привет народ с вами варчик присаживайтесь поудобнее сейчас поговорим про турбо бои если кушаете приятного аппетита почему раньше турбовое было мало а сейчас их много и почти все бои проходит крайне быстро за пару минут причина глобальных по сути 2 но только одна причина влияет непосредственно напрямую а вторая это уже просто помощник помощник turbo боем это конечно же что в бою очень много информации конечно не все танкисты ею пользуются но все же раньше в игре было очень тяжело получить информацию по бою реально в бою нужно было думать головой запоминать кто где светился откуда стрельнул какой танк куда попал нужно было запоминать чтобы потом сопоставить все эти данные в у себя в голове понять кто где светился кто не светился где он может находиться и собрал все эти данные воедино можно было идеально подстроиться под ситуацию в бою и сыграть хорошо это было довольно таки интересно но конечно же приходилось каждый бой думать напрягать свои извилины игра была не настолько тупая как сейчас сейчас тебе не надо все это держать в голове думать запоминать все есть на экране единственная проблема не у всех есть желание это видеть и на все обращать внимание в этом плане стало гораздо легче но скорее люди по привычке просто уже никуда не смотрят а едут на убой прямо продавили направление покатились дальше они делали так и раньше а сейчас еще и подкрепляются информации либо едут просто лишь бы ехать это привычка танкистов никогда не менять направление а просто лишь бы как-нибудь покатимся в вперед но это не основная причина это так цветочки основная итак давайте вспомним какие замечательные карты вывели из игры вин шторм вывели из игры потому что ой танкисты оказывается в городе с моста в речку падают ну видимо помыться решили ну вот и попадали чем мешать тем вариативно интересная карта с холмами с дорогами с объездами в центре вокруг карты но танкисты падают с моста в реку священная долина где на фланге можно поиграть от башни от борта там есть вариативность по объезжать всякими разными дорожками до карта в принципе небольшая и она в целом напоминает типаж нынешних карт но все же позиции на направлениях немножко больше чем сейчас на всяких там фьордах монастырях эль халуфах да даже ту же самую песчаную реку превратили уже в какую-то коридорную игру поскольку кроме двух направлений с флангов особо нечего играть посередине просто везде ты умрешь даже эрленберг была огромная вариативная карта с флангами рабочими замечательная карта превратилась в коридорную парашу и перечислять коридорные карты можно бесконечно потому что они по большому счету в большей или меньшей степени все превратились в коридорные картошка долго и планомерно уменьшала количество либо позиции на флангах либо уменьшала количество карт с нормальной вариативностью позиции на направлениях и сейчас в основном все карты напоминают дырку с одним холмиком или одним камнем и вы жметесь в этой дыре назвать это вариативностью невозможно все карты напоминают это даже открытые некоторые карты по типу степей перевратили в одну калитку где ты просто видишь перед собой эту дорожку с дырой и все деться больше некуда казалось бы открытая карта но там просто с одного фланга канава с холмом с другого стороны тоже канава на конце которых камень камень и все все карты в это превратились зато те же самые вин штормы священные долины северо-запад северогорск скрытая деревня сталинград вывели потому что в нем сильно много позиций танкистам сложно что-то там запомнить хотя карта квадратная город квадратный все улицы параллельны друг другу я не знаю кем нужно быть чтобы на параллельных улицах не сориентироваться там все квадратное квадратные улицы дома все параллельно друг другу и посередине квадратный двор квадратная полянка где просто пустоватый холмик даже топ тоже там со всякими флангами и так далее не слишком вариативная но там были такие тактики интересные с поджимами под вражеску базу балкончик что видимо тоже подумали что слишком вариативно южный берег небольшие карты но они были тоже со своими интересными тактик а сейчас всего этого нет только в конце боя очень в редких моментах можно какую-то неожиданную тактику применить когда уже на карте мало танкова освобождается место и ты можешь попробовать обмануть врага почти все бои превратились в одно и то же приехал в дыру две минуты голдой друг друга пострелял конец боя вариативность упала до нуля и видно что танкисты даже в это не слишком-то могут очевидно что разработчики world of tanks повелись на поводу у игроков а казуали ли игру дальше некуда ведь выводили они карты потому что они вариативные потому что там много интересных позиций потому что там можно закрепиться на направлении долго вести бой думать башкой интересно проводить бои но зачем вариативность если танкистам общей массе большей нравится просто 2 свели в дыру заехал в ущелье прямо смотришь больше смотреть никуда не надо потому что больше некуда все а что будет дальше мы придем к тому что все карты будут просто канавы от базы до базы просто туннель мне кажется это лучшая карта world of tanks просто один большой туннель в одном конце туннеля базы в другом конце туннеля база другой команды все идеально появились выстрел поклацали убились за минуту следующий бой это так и будет дальше продолжаться бои не могут происходить по-другому когда у тебя на карте играбельно две канавы в каждой канаве у тебя один холм или один камень все бои долго проходят когда ты приезжаешь на фланг у тебя там уже есть вариативность позиции целая пачка с твоей стороны для твоей команды а у врагов есть то же самое с их стороны и вы из этих набора позиций между собой ведете бой а сейчас world of tanks бои быстро проходят потому что ты приезжаешь на фланг это просто туннель дыра тропинка яма канава нужное подчеркнуть и вы сражаетесь за единственную позицию сразившись за нее вы просто едете дальше все вы не занимаете какую-то позицию вы сразу в нее заезжаете сражаться за нее потому что больше там ничего нет и так везде на всех картах world of tanks поэтому и происходит бои сразу за две минуты вы пока едете на большинстве карт есть проблемы просто доехать безопасно на эти фланги то есть пока едешь на этот коридорный фланг уже на некоторых картах пол команды может отправиться в следующий бой так и когда вы приехали на фланг лучше не становится вы сразу въезжаете друг в друга убиваетесь и все а каком продолжительном боя идет речь если разрабы вели к этому уже давным-давно и намеренно все это так и сделали я на сто процентов уверен что это сделано специально ведь еще в те 2013-15 годы начался вывод этих карт и причины были написаны что для танкистов сложно столько позиции вариативность и так далее вот вам карты с одной тропинкой с одной дорожкой с одним туннелем вот и наслаждайтесь для кого эта игра создана для людей которые ни черта не хотят разбираться играть хорошо и к чему-то стремиться это путь в никуда как только ты в этой игре начнешь хоть что-то понимать разбираться и стремиться к чему-то играть хорошо ты сразу становишься ненужным ты сразу понимаешь что тут особо то и делать в игре нечего и все ты по сути свободен эта игра для других людей ну я к такому выводу пришел они зачем-то сделали воздушную гавань к карту она абсолютная противоположность всем картам которые сейчас есть в рандоме ни одной карты нету даже наполовину настолько офигенной как эта карта настолько вариативной настолько интересной и с таким огромным количеством позиций на одном фланге для тяжелых танков еще и защищено это все от артиллерии там позиции столько на одном фланге что в нынешнем рандоме этих позиций хватит на половину карт наверное потому что там на фланге по одной позиции так а для кого эта карта сделана я должен видимо радоваться что появится такая одна карта или все-таки она не появится и разработчики скажут что там сильно много вариативности сложно превратят эти ангары просто в какой-то туннель с одним бугорком чтобы легче было ца картошки ибо и ускорились я не видел на воздушной гавани ни одного turbo быстрого боя который прям сразу начался и сразу и закончился я реально там порубился все бои которые там был только при одном случае там может произойти не очень бой если у тебя танкисты просто не поедут играть но это уже проблема не карты а проблема того что такими вот действиями которые разработчики делают многие годы они превратили своих игроков в игроков с нулем скилла а те у кого не ноль скилла они поняли что они в этой игре не нужны вот такой мой вывод про turbo бои я считаю что это происходит намеренно уже давно к этому все шло к этому и пришло с вами бы варчика рать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока пишите в комментариях свое мнение